Привет, с вами Вилсаком. Сегодня хочу рассказать о том, как создать учетную запись в американском App Store. Для этого вам нужно выйти из своей учетной записи российской, если она у вас есть, и далее все наступают на одни и те же грабли и пытаются просто создать учетную запись. Почему этого делать нельзя, я сейчас расскажу. Но давайте пройдемся по стандартным шагам, потому что этот шаг нам придется повторить. E-mail. E-mail нужно вводить отдельно от учетной записи, которая зарегистрирована для российского App Store. Пароль сегодня ужесточились требования, обязательно 8 символов, 1 цифра и 1 заглавная буква. Секретный вопрос и свои или любые, какие вам больше нравятся, дата рождения. Продолжаем. И вот здесь нас ждет первый облом, в том плане, что нужно вводить payment tip, который обязательно должен быть с американской кредиткой. Visa, MasterCard, American Express и так далее. Правда, есть PayPal. Если есть PayPal, то вам повезло. Если нет, то у вас не остается другого выбора, как воспользоваться тем методом, который я сейчас вам продемонстрирую. Итак, для того, чтобы зарегистрировать аккаунт, вам нужно вернуться в App Store и выбрать любое бесплатное приложение. Для этого подойдет Top Free Apps. Берем Find My Friends. Ну, любое приложение, которое вам больше нравится. Нажимаем Free App и вот здесь выскакивает окошко, в котором выбираем опцию создать учетную запись. И пошли по второму кругу. Принимаем лицензионное соглашение, хотя South Park учит нас о том, что с Apple в этом вопросе надо быть осторожнее, но у нас просто нет выбора. Итак, повторяем те же шаги. Опять вводим email, опять же вводим пароль, опять же вводим секретный вопрос. Советую более, как бы сказать, серьезно относиться к секретному вопросу, потому что он сможет восстановить забытый пароль и контроль над учетной записью. Итак, пробуем продолжить. И вот здесь появилась кнопочка Non, которая позволяет нам отказаться от payment-типа и таким образом продолжить регистрацию без введения каких-либо данных, там, кредитных карточек и так далее. Биллинг-адрес это не просто окошко. Нужно указывать обязательно действующий адрес. Для этого воспользуемся сайтом Apple и введем данные Apple Store в Флориде. Почему Флорида? Потому что этот штат, я сейчас точно не помню, либо вообще не имеет налога на цифровые вот эти покупки, либо он минимальный, потому что 99 центов, как вы понимаете, как и все в Америке, указывается без федерального налога. Итак, вводим данные, которые нам требуются. Это город, улица, зип-код и телефонный номер. Все просто. Я оставлю ссылочку под видео, так что сможете взять все данные оттуда и зарегистрироваться без каких-либо проблем. Вводим последние данные и пробуем создать учетную запись Apple ID. Apple ID создана. Нам на почту отправлено письмо с просьбой подтвердить этот имейл. Заходим на почту. Письмо приходит практически сразу. При вас создал учетную запись и вот оно уже письмо. Если его нет, подождите 10-15 минут. Поищите в спам-фильтрах, но на всякий случай там есть кнопка «Послать заново». После того, как вы перейдете по ссылке на сайт Apple, вы должны снова ввести имейл, который будет являться Apple ID и свежепридуманный пароль. После чего имейл адрес будет считаться подтвержденным и вы сможете полноценно пользоваться своей учетной записью. Но, как вы понимаете, никакого пеймента типа нету, поэтому вы можете пользоваться и скачивать только бесплатный контент в iTunes. Но сейчас доступен весь iTunes, не тот огрызок, который сейчас есть в России. Тут и музыка, и фильмы, и TV-шоу, и так далее. Ну и, конечно же, то, что нас интересует – App Store. Почему нас интересует App Store? Потому что там есть реально много того, чего нет в российском. Но если вы хотите что-то купить, вы можете воспользоваться гифт-картами. Для этого нужно будет ввести редим-код. Карточки вообще продаются в ритейл Apple Store, но их у нас можно купить через интернет. Куча сайтов я не буду рекламировать, но, например, по первой ссылке я заходил и пару раз пользовался, никаких проблем не было, вроде все нормально. После того, как введете в это окошко код, рядом с вашим имейлом появится счет, который эквивалентен номиналу карточки. В отличие от российского App Store, здесь нет кредитного метода оплаты. Сколько есть на счету, столько и тратите. Я лично использую американский аккаунт, в том числе для покупки рингтонов для айфона. Мне вот сейчас как-то так удобнее. Спасибо, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на новые, оставляйте комментарии. Пока!